Добрый вечер. Как Натан и сказал, мы начнем с ответа на вопрос, который одна из участниц задала. Я так понимаю, она сейчас присутствует. Лена, это неправильно? Я думаю, что другая Лена, честно говоря, но мы отвечаем на вопрос Елены Калстан. Я кратко отвечу на вопрос, а вопрос был такой. Можно ли видеть историзацию мифа в рассказах, скажем, о создании Скини, где есть много разных технических подробностей, как строится Скини, из чего она состоит. Скини, то есть Мишкан. Тем же вопросом можно задаться касательно строительства храма в книге Млахим. Я отвечу кратко. Что касается Скини, то я думаю, что, несомненно, ответ положительный, но не в том отношении, что вот эти реестры технических деталей, они каким-то образом являются переработкой мифа. Нечто иное. Давно уже замечено, еще в классическом комментарии, что есть связь между строительством Скини с одной стороны и сотворением мира с другой. Есть различного рода идеи о том, что храм является своего рода таким микрокосмом. как бы отражением всего мира, но помимо этого есть просто чисто текстуальные переклички между сотворением мира и строительством храма. Так, например, используются те же самые формы, те же самые глаголы. Скажем, говорится, что... Так же точно, как... Закончена была вся работа по Мишкану или, скажем, это... Я сейчас цитирую из 39 главы книги Шмот. И это, конечно, звучит очень близко к тому, что мы читаем в книге... В первом рассказе о сотворении книги Берешит, где говорится о том, что... В этом смысле действительно можно видеть здесь своего рода историзацию мифа. То есть, опять же, определяя миф так, как мы его определили, рассказ о сотворении мира, как некоторый миф, который переносится на историческую почву. Я сейчас не задаюсь вопросом о достоверности этой исторической почвы, но это как бы уже взаимоотношения между людьми. Не вещи, связанные конкретно с действиями Бога по сотворению мира или какие бы то ни было другие действия, а то, что происходит конкретно в народе Израиля, связанное с его историей, с исходами из Египта и так далее. Это тот момент историзации мифа, который я действительно могу здесь... на который я могу здесь указать. Вот, и я надеюсь, что на вопрос Лены я ответил. Если у нее будет еще какой-то вопрос в продолжение, то можно будет эту тему дальше как-то развивать. Вот, а заканчивая тему прошедшего занятия, у нас был такой довольно бурный, не знаю уж, дискуссия, на всяком случае такой диалог. Вот, поэтому я не успел кое-что вам показать, и я хотел бы сейчас, как бы завершая тему прошедшего занятия, показать одну вещь. Я сделаю сейчас... Да, ты можешь делать шерстрин, ты как бы все организатор. Вот, значит, в том самом файле, который я показывал в прошлый раз, в самом его конце есть как бы разговор о рождении Моше. Мы все хорошо знаем эту историю, как описано в Торе, в фунгишмот рождения Моше, как он был скрыт какое-то время, как потом его положили в корзинку на берег Нила среди тростников, и как потом его нашла дочь фараона, ну и так далее. А здесь я просто привел в этот кусочек, от начала и до конца. Так вот, любопытно, что очень похожая история рассказывается про рождение Саргона Акадского. Это третье тысячелетие до новой эры. И вот как он рассказывает, как в сказании о нем от первого лица рассказывается о его рождении. Я Шарукен, Шарукен, это, собственно говоря, так как правильно произносится имя Саргона по-акадски, то есть правильный или, правильнее сказать, устойчивый царь. Я Шарукен, царь могучий, царь Акада. Мать моя жрица, отца я не ведал. Брат мой у отца в горах обитает. Град мой Азупирану, что лежит на дыгах Эфрата, понесла меня мать моя жрица, родила меня в тайне, положила в тростниковый ящик, ход мой закрыла смолою, бросила в реку, чтобы меня не затопило. Подняла река, понесла меня к Аки-водоносу, Аки-водонос багром меня поднял, Аки-водонос воспитал меня как сына, Аки-водонос меня садовником сделал, когда садовником был я, и Штар меня полюбила, и 54 года на царстве был я. Предполагать какое бы то ни было прямое влияние этой истории, этого сказания на текст Торы довольно затруднительно. Между ними пролегло довольно большое время. А скорее речь идет о неком бродячем мифе, о параллельном мифе, о том, как рождается герой. И вот герой рождается таким вот образом. Кстати говоря, похожая история впоследствии рассказывалась про Кира Великого в Персии. А не говоря уже о том, что, пусть немножко с другими подробностями, но тоже есть некоторое подобие о том, что произошло с Ромулом Иремом, основателем Рима. Что я хочу сказать? Тоже, что я говорил в прошлый раз, что есть некий мотив, мотив, который имеет такой бродячий характер. И он переносится из текста в текст, из культуру в культуру. Опять же, я не задаюсь сейчас вопросом, прошу понять меня правильно, не задаюсь вопросом о том, как оно было на самом деле, как именно родился Моше, или как именно родился Саргон. Даже если какие-то детали отражают реальное историческое зерно, мы все равно не можем это ни верифицировать, ни опровергнуть, потому что речь идет о таких событиях, которые либо принимаются на веру, либо нет, но в любом случае недоказуемы. Но сам по себе факт такого параллелизма свидетельствует о том, как историзируется миф. Миф, как некоторый постоянно бродячий сюжет, который циркулирует, который также точно как миф о сотворении мира, миф о потопе, который вхож в различные культуры, так и рассказ о рождении героя, царя или в случае Моше законодателя, пророка, избавителя. И этот рассказ, он обладает определенными константами. В частности, в данном случае константа заключается в том, что мать относит, во-первых, держит в тайне рождение сына, а потом относит его на берег реки. Тут она бросает его в реку. И кто-то этот ящик или эту корзинку находит и потом воспитывает ребенка. И так рождается герой. Это, опять же, миф историзируется, он переносится на историческую почву. Ну, вот это, собственно говоря, то, что я хотел добавить к обсуждению прошлого занятия. Сегодня у нас будет другая тема, а это как бы довесок. Если у кого-то есть короткий вопрос, то его сейчас можно задать на эту тему. Если нет, то мы пойдем тогда дальше. В русской сказке тоже такое есть? Там в бочку посадили ребенка, думаю, да? Есть такие, да, конечно. Я не стал упоминать. Как бы на самом деле фольклорные мотивы очень тесно связаны с мифологическими. И об этом писал, например, такой исследователь, как Владимир Проб о корнях волшебной сказки, о мифических корнях волшебной сказки. Да, это, конечно, неудивительно. Это тоже встречается. Окей. Значит, наша сегодняшняя тема двойна, если мы успеем ее охватить. Максимум перенесем частично на следующий раз. На этот раз мы пойдем противоположным путем. Мы пойдем от текста. И через текст мы придем к каким-то размышлениям. Тема о взаимоотношениях Израиля и Медияна. Израиля и народа Медиян. Почему именно это я избрал в качестве одной из возможных тем. Можно было, конечно, в Торе найти и другие темы, связанные с историей, с мифом, с Медрашем. Но дело в том, что отношения между Израилем и Медияном покрыты некоторой тайной и носят достаточно амбивалентный характер. С одной стороны, Медиян устойчиво позиционируется как враг Израиля, как народ, которому всячески Израилю вредит в разные периоды его истории. И в Торе, в частности, в книге Бамидбар, книге чисел, Бог велит Моше отмстить Медиянитяна. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем о том, что есть, прежде всего, такая базисная история, как приход Моше, бежавшего из Египта в Медиян, где он находит убежище, спасает дочерей жреца, медианского жреца Ипро, и женится на одной из этих дочерей, рождает от нее сыновей, а потом этот самый Итро приходит в горе Синаи в тот момент, когда там находится народ Израиля, произносит торжественную речь, из которой следует, что он понимает, что Бог Израиля сильнее всех других богов, приносит ему жертвы. И более того, неожиданно рассказывается о том, что Итро в каком-то смысле является загонодательным реформатором. Он дает некоторый важный совет Моше, благодаря которому тому удается создать, так сказать, юридические структуры, такой суд, местные суды, так что ему самому, Моше, не надо судить всех одновременно. И это заставляет нас задаться вопросом, что бы это значило, вот эта двойственность, эта обмивалентность. Сейчас я еще один файл с вашего разрешения открою, и мы это начнем обсуждать. Собственно, я назвал это «Израиль и медиан, враги и история любви», воспользовавшись названием Романа Башевиса Зингера. Я здесь привел, во-первых, текст о том, как Моше приходит к Итро, как женится на цепоре, и у него рождается первый сын, которого он называет Гершом. Вслед за тем история о том, как Моше, будучи пастухом у своего тестя приходит к горе Синай, которая, в общем, находится относительно недалеко. Мы сейчас немножко поговорим о том, где, собственно, находился медиан исторический народ. В общем, недалеко от этого места. Именно там происходит теофания, благоявление. Там Моше впервые встречается с Богом, который назовет себя Богом Израиля. Дальше Моше отправляется в Египет. Вслед за тем, я привел здесь вот эту самую историю, где Итро приходит к Синайской горе и говорит, как Моше ему рассказывает о том, что с ними случилось. Он говорит, Итро говорит, благословляет Бога Израиля и говорит, Атая датики гадоля дунайми кольха илухим. Я теперь знаю, что Господь сильнее всех других богов. Дальше объясняет он это не очень ясным образом, как довольно отрывочная фраза, сейчас для нас не столь существенная, как кибадавара шерзаду алигем. Он приносит жертвы, и они вместе с Моше как бы некоторую культовую трапезу производит, вкушают от нее. Теперь, кроме этого, в книге Бемидбар рассказывается еще одна довольно любопытная история, и хотя там упомянут не Итро, а человек, которого зовут Хова Бенруэль, Хотен Моше. Значит, здесь как бы мы оказываемся такой немножко в ситуации и вилки. Дело в том, что в книге Шмот отцом дочерей называется То Реуэль, То Итро, и Хазаль на основании этого и других мест вывели, что у Итро было семь имен. Впрочем, существует другой комментарий, который говорит, что Реуэль был дедом, а Итро отцом цепоры. Но так или иначе, вот здесь появляется еще один персонаж Ховав, сын этого Реуэля, и Моше предлагает ему идти вместе с Израилем в землю обетованную. Что тот отвечает, я не пойду, я отправлюсь обратно к себе в землю. Это очень похоже на слова Итро, который после того, что, на действия Итро, который после того, что дал Моше вот этот юридический совет, тоже отправляется к себе обратно домой, в свою землю. Моше пытается уговорить его, и, в общем, говорит о нем очень ясные слова, он называет его глазами, нашими глазами, баи талану лейнаем, ты нас как бы вел, и это при том, что постоянно подчеркивается, что тот, кто вел Израиль по пустыне, был сам Бог в форме облачного и огненного столба, а здесь вот Моше говорит, баи талану лейнаем, если ты пойдешь с нами, то все, что Бог делает нам, мы поделимся с тобой. Ну, на самом деле, начиная с этого места, картина резко меняется, и Медиан выступает совершенно другой роли. В главе о Белами, который является следующей темой нашего рассмотрения, рассказывается о том, что сначала медианитяне вместе, медианские старейшины, вместе с моавитянскими послами, были отправлены Балаком, царем Муава, имя отца которого очень напоминает имя жены Муше, цепор, цепора. Так вот, они отправляются к Беламу с тем, чтобы уговорить его прийти и проклясть Израиль. Медианитяне в этом участвуют. Кроме того, в 25 главе в конце недельного раздела Балак рассказывается о том, что один из глав колен Израиля совокупился с медианитянкой. И это воспринимается как страшный грех, там это еще в контексте того, что до этого рассказывается о том, как Израиль блудит с моавитянскими женщинами, которые склоняют Израиль к язычеству, к идолопоклонству. И вот здесь тоже это кончается все тяжким мором. И положение спасает только лишь внука Аарона Пенхас, который убивает и этого человека, главу колена Шимона и медианитянку, которая была с ним, за что получает от Бога вечный завет когенства, священничества. А Бог о том говорит, что нужно всячески досаждать медианитянам и искоренять их, потому что они досаждают вам своими кознями. и вот как раз упоминается вот эта история Двар-Пе-Ор, которая, вообще говоря, напрямую соотносится в предыдущих стихах с Муавом, но маавитяне и медианитяне как-то выступают здесь вместе. Потом описывается в 31-й главе война с медианитянами, в результате которой погибает Ибил-Ам и Муше требует не проявлять какого бы то ни было милосердия и снисхождения в том числе и к женщинам медиана. Значит, я просто упоминаю здесь маленькая ошибка, я потом исправлю, Мельхемед вместо Мельхемед. Во всяком случае у нас есть еще две истории, в которых медианитяне появляются. Одна в истории с войной, которую ведут двора и барак книги Шофтин против царя Хацора и его полководца. Но там что для нас существенно интересно, что как раз на стороне, в качестве помощницы Израиля выступает женщина по имени Яэль, которая как раз, так как здесь это объясняется, она была женой некоего Хевера, который отделился от сыновей Ховава тестя Моше. Таким образом получается, что она пусть косвенно, но все-таки связана с медианитянами. Она здесь как бы исполняет некоторую позитивную роль, в то время как в другом рассказе, в рассказе о Гедоне и о войнах Гедона как раз медианитяне являются врагами, жестокими врагами, которых необходимо разгромить. Вот это я как бы подвел, что называется, кратко обрисовал ситуацию. Кратко обрисовал ситуацию, а теперь мы попытаемся над этой ситуацией поразмышлять, но для этого мы прежде всего должны задаться вопросом, а что-нибудь нам вообще известно о медианитянах? Кое-что известно, не так много, как хотелось бы, может быть, но кое-что известно. Известно, что это был кочевой народ, кочевия которого в основном как бы располагалась более-менее на границе севера, северной части Аравийского полуострова. Любопытно, что в Танахе по крайней мере несколько раз медиан и медиентяне по сути дела отождествляются с ишмельтянами. Классический пример, это, естественно, история Иосифа, где до конца непонятно, и над этим раздумывают комментаторы, кто все-таки привел Иосифа в Египет, кто купил Иосифа у братьев, кто привел его в Египет, кто продал его патифару вельможи фараона, потому что там меняются названия. Иногда называются Ишмаилим, а иногда Медоним, или Медоним это другая форма от слова медианим. И комметаторы находят способ как-то разделить между ними и объяснить, что тут была целая цепочка передач. Но по простому смыслу ощущение, которое возникает состоит в том, что в общем ишмаильтяне и медианитяне это одна и та же этническая группа. Теперь интересно еще и то, что согласно книге Лохим и книге Девраемим у одной из жен Давида Авигаи был муж которого звали Етер и в книге Девреемим он называется Етер Гайшмаили Етер Гайшмаили Почему я это упоминаю? Потому что Етер очень похоже на Итро очень похожее имя и тут к нему как бы представлен эпитет Гайшмаили он ишмаильтянин это для интересующихся кто-то захочет взглянуть это Девреемим первая часть первая часть вторая глава 17 стих там где генеалогические списки вот и вот там говорится значит что Абигаи родила Амасу и отец этого Амасы Етер Хайшмаили кроме того мы уже упоминали историю про Гедона и там говорится о том что после того что Гедон победил Меденитян он взял большой трофей и в частности там говорится так у них были золотые украшения подвески для носа для ушей и потому что они ишмаильтянин то есть мы видим в целом ряде текстов некоторое отождествление Ишмаэля и Медяна и более того в книге Решит есть рассказ о том как Авраам берет себе в жены некую женщину по имени Китура и вот эта самая Китура от нее рождается разные сыновья и по как бы если посмотреть на то что это за сыновья они в основном принадлежат судя из других текстов Танаха к разного рода кочевым арабским племенам вот и среди них упомянут Медьян в том числе Медьян то есть я веду к тому что видимо Медьян было некоторое кочевое племя по техническому своему характеру близкое к арабским кочевым племенам той эпохи а собственно говоря все что нам известно о Медьянах где-то с 14 по 10 век до новой эры как раз вот то время в котором мы сейчас занимаемся значит известно о них в частности то что они были большими специалистами по нахождению и обработке меди это как бы явствует из археологических находок значит вот они были своего рода такими древними геологами и занимались обработкой продажей меди вообще торговали просто в истории с Иосифом они как раз выступают в роли торговцев которые везут всякие вещи для продажи правда мне там красиво упомянуто но что интересно для нас особенным образом это то что известно о религии о религии древних медианитян значит дело дело обстоит следующим образом в списк есть есть египетский есть египетский египетский надписи времен 14 века до новой эры как раз времен аминхотепа третьего это отец будущего эхнатона он там упоминает различные земли в частности кочевников которые досаждают эгипту и они называются словом шасу шасу это какие-то такие кочевники разбойники нападающие на цивилизованные страны так вот он там приводит различные земли название земель этих шасу называет в частности страна шасу сэир то есть то что Тора называет еще словом и дом а еще земля шасу юдгэй ван юдгэй вав вблизи от этого места что такое юдгэй вав судя по всему это имя бога это имя бога которое чрезвычайно похоже на имя бога Израиля юдгэй вав гей теперь еще такой дополнительный момент который известен опять же из нескольких артеологических артефактов судя по всему медианитяне были то что называется иконокластами то есть они уничтожали изображение богов в частности в районе Тимны 12 века до новой эры там находился в свое время древнеегипетский храм богини хатхор и когда египтяне оттуда ушли он был разграблен уничтожен фактически и на место это пришли как раз работающие работавшие до сих пор на египтян медианитяне и так вот все изображения хатхор и других богов были испорчены и разломаны то есть вот эти два момента имя бога и запрет на то чтобы каким-то образом изображать они очень интересны кстати культовые места медианитян отличаются тем что это голые статуи мацевод ничего другого нет никаких изображений никаких рисунков теперь я хочу обратить ваше внимание на то что есть целый ряд текстов в Торе и в Танахе которые говорят о том как произошло где произошло богоявление где произошла хеофания вот как правило это тексты политические один из них это зот абраха дворим амедгинал вае мара дунай мисинай ба визарах мисы ирламу одну секунду мисинай ба визарах мисы ирламу офи амегар паран то есть те точки которые здесь называются это южные точки близкие как раз к тому месту где находился исторический медиан в другом месте песни дворы говорится так господь когда он шагал из полей и дома то тогда дрожала земля и небеса истекали и кончается это тирада зэсинай митне адунай луфей сэль это синай теперь еще один текст который я здесь привел это текст из пророка хавакука который тоже описывает фаню таким вот образом его вот это тэйман что такое собственно тэйман тэйман это юг буквальное значение этого слова на библейском вилите это юг потому что если мы смотрим лицо наше обращено к востоку восток называется кедем то есть то что впереди запад называется ахор или ахарит то есть то что сзади когда юг справа это тэйман или ямин а север слева который часто называется словом смоль скажем такие выражения как мисмолли дамес к северу от Дамаска вот так вот такая существенная деталь что в наиболее таких древних текстах которые в поэтической форме рассказывают о явлении бога все это связывается вот с этим южным районом дополнительную последнюю точку которую я на которую я хочу вам указать перед тем как мы попытаемся сделать некоторые выводы точка это вот какая имя имя бога израиля значит имя бога израиля непроизносимое имя бога израиля которое согласно еврейской традиции произносил сразу году священником въем кипур оно в одном единственном месте объясняется при этом оно немножко меняется по форме хотя очевидно что это видимо одно и то же имя мошер встретившись на синае на горе хорев с богом и будучи послан в египет с тем чтобы вывезти оттуда народ израиля задает богу вопрос каково его имя чтобы если меня он спросит кто тебя послал к нам то я должен сказать им имя и бог называет ему и и дальше что значит это вопрос как правило и это имя которое все-таки произносится и производная от этого же корня казалось бы связывалось этим логически с корнем я или на иврите или хава на арамейском которое обозначает быть существовать таким образом таким образом пытались объяснить фраз и ашерохе как что-то обозначающее вечное бытие будет я буду который буду или скажем медраж переносит это на почву взаимоотношений с израилем так как я был с вами до сих пор так я буду с вами всегда согласно этому объяснению говорит бог муше вот но есть тут как бы две некоторые проблемы точнее одна проблема нигде имя бога таким образом как бы не объясняется и сама по себе идея вечного бытия она она озвучивается гораздо более поздней литературе как некоторое характерное свойство бога израиля как вечное бытие такая в общем философская идея она на самом деле Танахом напрямую и Торой напрямую не озвучивается теперь был такой исследователь исследователь каевской генизы а также и Танаха и арабских текстов которого звали шумодов гуитейн и он в свое время написал статью о значении имени бога и он обращает внимание на две детали одна деталь это то что когда имя бога все-таки интерпретируется то интерпретируется она следующим образом посмотрите в декологии в десяти заповедях там где как раз говорится о том что нельзя служить другим богам говорится лотишта хабэла гэмвэлота овдэм кеанухи адуна и лохэха эль кана дальше говорится канашмо еще в одном месте говорится канашмо то есть его имя ревнивец значит таким образом это говорится в 34 главе книги шмот 14 стихе таким образом получается что сама тора интерпретирует имя бога в связи с понятием ревности в каком смысле в связи с понятием ревности это как раз разъяснено торой очень хорошо израилю нельзя поклоняться другим богам ни при каких условиях потому что это вызывает ревность бога и не зря взаимоотношения между богом и израилем в танахе неоднократно изображаются в виде метафоры взаимоотношений мужа и жены муж который ревнует свою жену в том случае если она естественно идет на сторону так вот уход к другим богам это равносильно равносилен супружеской измене поэтому тора не акцентирует скорее утверждение что других богов нет как таковых в Генгарим говорится что другие боги даны в служение другим народам но Израилю ни при каких условиях нельзя поклоняться другим богам и вот что как это все соединяется соединяется таким образом что как раз в арабском языке есть глагол хавая который обозначает у него есть целый ряд значений но все они так или иначе связаны с каким-то эмоциональным повышенным тонусом и одно из этих значений как раз ревновать так вот что предлагал здесь Шламодов Гоитейн что как раз имя бога а имена вообще отражают наиболее как правило наиболее древний пласт культуры что имя бога следует этимологизировать исходя из диалектов из семитских языков не северо-западных то есть арамейского и грита ханаанских диалектов а как раз южных а южные это как раз разнообразные арабские диалекты в том числе возможно один из диалектов на котором говорили медианитяне теперь к чему это нас все приводит я как бы сделал такого такого рода обзор это приводит нас к изначальному вопросу израиль и медиан враги история любви есть нечто общее в истории израиля и медиан это общее мы можем только нащупать у нас очень мало на самом деле реальной исторической информации о медиане она есть но ее в общем недостаточно но вот эти обстоятельства во первых связанные с религиозным сознанием о том что бог является с юга как раз тот район откуда где находились евреи вышедшие из Египта и где более-менее находился медиан с другой близко от этого места что имя бога судя по всему этимологизируется как раз таки исходя из южных диалектов языков а не северо-западных то наконец обстоятельство что земля медиан называется в египетских надписях земля шасу юдхей вав и наконец последнее что медиан тяне не терпели никакого изображения богов и считали себя обязанными их уничтожать эти изображения все это наводит на размышления какой-то глубинной внутренней связи между израилем и медиана исходной глубинной внутренней связи я совершенно не пытаюсь наметнуть здесь на влияние в ту или другую сторону я говорю просто об общности о том что есть некоторый общий культурный что называется генофонд и этот культурный генофонд видимо вот это общее культурное наследие каким-то образом связано и с тем что географически народ израиля и народ медиана в какой-то момент своей истории соприкоснулись и были вместе вполне возможно я говорю это опять же без нажима как бы как возможность вполне возможно что история о родстве между Моше и семьей Петро отражает в каком-то смысле вот эти исторические древние отношения между двумя народами и их глубокую связь эта связь мы будем впоследствии говорить о том как собственно заселялся Ханан Израилем через одно занятие видимо эта связь приходит к своему концу судя по всему в тот момент когда Израиль перестает кочевать когда Израиль оказавшись в Ханаане начинает вести оседлую жизнь а медианитяне так и остаются кочевниками просто для сравнения нечто подобное сегодняшним бедуинам и вот тут начинается история общего наследия если угодно история любви история родства перерастает в историю вражды потому что и это уже как бы более позднее время и исторически более верифицированное когда племена кочевников не только медианитяна в той же книге судей вместе с медианитянами упоминаются америки тяне и другие кочевые племена которые нападают на поля Израиля уничтожают их и подвергают их разорению подчиняют себе в результате вот этих как бы эти крестьянские хозяйства Израиля и появляется такой человек как Гедон который ведет войну с медианитянами и с помощью Бога ему удается их разгромить вот но как бы как сказать пример который я сейчас приведу он конечно совершенно из другой области и я и в нем и он не то чтобы является какой-то явной аналогией но что-то что-то говорящие по крайней мере нам касательно истории России и ее взаимоотношения с монголо-татарской ордой значит которое 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 сочетали в себе с одной стороны отношения вражды а с другой стороны вследствие постоянной близости происходит какое-то соединение и смешение вот но это в качестве такой далекой аналогии я совершенно не настаиваю на ней вот значит это то что я хотел вам рассказать на тему об отношениях между Израилем и Медияном сейчас я думаю самое время задать вопросы тем у кого они есть напоминаю что регламент который мы установили до трех минут вопрос пожалуйста господа Идана можно вопрос да конечно даже несколько вот книги по Медбар по-моему говорится о практически тотальном уничтожении Медиян то есть там остались только маленькие девочки если не ошибаюсь но тем не менее потом этот народ снова появляется на исторической сцене вот как им удалось восстановиться и второй вопрос на каком языке медианитяне говорили окей я пожалуй начну со второго вопроса он более легкий поскольку на него однозначного ответа нет но исходя из до нас не дошло ни одного письменного документа который бы был продуктом медианской культуры поэтому некоторые полагают что они были что у них не было письменности как у арабов до ислама вот эта эпоха аль-джахилия значит как бы что существовала такая устная культура но 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 предполагается что медианский язык был одним из диалектов арабского и как бы в этом смысле он был семитским языком тоже конечно южно-семитским и поэтому собственно говоря вот вся линия связанная с связанная с именем бога она через объяснение через арабский она как бы получает какое-то обоснование именно исходя из арабского лингвистического ореола и теперь что касается вашего первого вопроса Тимофей тут как бы на этот вопрос довольно трудно дать какой-то такой ну как сказать исторический ответ да можно конечно сказать что остались остались девушки да от которых потом каким бы то ни было образом происходит народ но это довольно повисает в воздухе тот же самый вопрос вы можете задать например по поводу амаликитян рассказывается что шауль уничтожил всех амаликитян и остался только царь амаликитян агаг и его тоже все равно потом убивают убивают пророк шмуэль и тем не менее через несколько глав в конце первой книги шмуэля вдруг рассказывается что Давид воюют амаликитян то есть как бы надо иметь ввиду что при том что есть как бы некоторая видимая видимая последовательность текста начиная книги веришит и если угодно кончая концом кончая книгой царей книгой махим как бы как некоторое повествование начинающее сотворение мира и кончающееся разрушением храма тем не менее это не то чтобы все эти тексты они как бы представляют собой исходно некоторый единый пласт в нем есть много разных традиций устных и письменных которые на каком-то этапе соединялись поэтому то что один текст может рассказать об уничтожении народа а другой текст вдруг что называется out of the blue рассказать о том что этот народ живет и здравствует это в общем неудивительно такие вещи бывают то есть один текст не обязан отчетом другому если еще какие-то вопросы спасибо окей тогда если пока вопросов нет то я по крайней мере начну вторую тему которая косвенным образом связана с медианом и это тема белама тема белама белам это персонаж торы который появляется в книге бэмидбар и он ну что ли единственный в своем роде как это последствия отмечают комментаторы пророк инородец все пророки которые описываются в Танахе это в общем так или иначе израильские пророки а тут пророк инородец не то чтобы не было у других народов народов пророков были еще как но Танах их не упоминает вот за исключением этого человека белам это уже вызывает вопрос почему именно он и забегая немножко вперед я скажу что это единственный персонаж торы персонаж торы подчеркиваю у которого есть реальная о котором есть реальное внешнее свидетельство у нас нет каких бы то ни было внешних свидетельств скажем о Муше об Аврааме цкаки о Кове Осифе нет однозначно внешних свидетельств которые бы их упоминали хотя имена вообще говоря известны в различных на стеконах есть действительно имена таких как Авраам Бениамин Йосеф они встречаются но не в связи с конкретными людьми которые описываются торы а вот как раз белам ему в этом смысле повезло и мы в конце нашего разговора о беламе зададимся этим вопросом почему именно так почему о беламе известна лично до нас нашла надпись древняя надпись примерно 8 века до новой эры которая упоминает белама белам как пророк который каким-то образом там контактирует с пришедшими людьми вот это что называется в качестве такой заставки я сейчас открою опять же приготовленный мной файл связанный с беламом и мы посмотрим что нам известно о беламе значит прежде всего я как бы указываю на то что белам появляется несколько раз именно в связи с медианитянами балак царь муава посылает к нему своих послов среди них старейшина медиана кроме того и в книге бамидбар и прошу прощения здесь да и в книге прошу в книге бамидбар и в книге иошуа упоминается что белам принял смерть от меча вместе с царями медиана во время войны израиля с медианом упоминается дважды теперь неким не до конца понятным образом мы потом скажем как это соединяется впоследствии в медрашах но неким таким туманным немножко образом связывается фигура белама с тем самым провалом грехопадением которое происходит у Израиля в степях Муава с маавитянскими женщинами и потом у главы колена Шимона с женщиной медиана в самом этом рассказе белам не упоминается белам упоминается перед этим рассказом но вот в стихе из книги бамидбар утверждается что когда Моше упрекает израильтян что они пощадили жен медиана он говорит эти женщины они как бы по слову медиана как раз и привели к грехопадению до умора в Израиль то есть любопытно как бы наметить эту связь между беламом и медианом и муавом теперь второй момент который мы видимо уже будем разбирать в следующий раз второй момент это некое развитие в образе белама потому что любой я думаю из нас кто читает рассказ о беламе в Торе а он помещен в недельном разделе балак с 22 по 24 главы не может не почувствовать некоторую расколотость этого образа он с одной стороны вроде как выступает как пророк достаточно самостоятельный и уверенный в себе пророк с другой стороны он ведет себя как такой шаман и и где он подвергается явной насмешки а с лицами видит больше чем хваленый пророк белам и кроме того есть в одном из текстов белам называется таким достаточно ругательным словом косем в том же самом стихе где говорится его смерти а кроме того есть ряд текстов которые стремятся представить его очевидно как злодея и нечестивца который все время мечтает о том как бы навредить Израилю я привел здесь текст из книги Дворим впоследствии это еще больше усиливается в медрашах равнистической равнистической литературе у Хазаль и мы как бы в начале видимо следующего занятия мы должны будем соединить все эти нити и сравнить сравнить Белама с тем Беламом который предстает в надписи Белама из так называемого места Дирала Дирала это место которое называется в Танахе Суккот за Ярдани надпись была найдена в 60-е годы мы будем уже видимо читать в следующий раз сколько время наше подходит к концу и сейчас время еще раз задать вопросы и по тематике связанные с делами и вообще по тематике связанные с сегодняшним занятием если есть вопросы я с удовольствием на них отвечу пожалуйста дамы и господа время для вопросов я надеюсь я не слишком запугал публику всяческой регламентации пожалуйста если у кого-то есть вопросы вы можете задать их сейчас либо есть общая опция обдумать на досуге и так далее и прислать их в любом виде мне для того чтобы передал некоторым окей у меня такой очень короткий вопрос с ответом в следующий раз так я полагаю есть ли действительно какие-то основания полагать что есть какая-то связь между Беламом который в Торе и Беламом надпись которую вы говорите что она имеется исторически я думаю что да оба называются Белам Бен Беор хотя там надпись не на иврите она судя по всему на каком на одном из диалектов армейского языка я ее приведу в переводе вот но судя по всему это одно и то же лицо по крайней мере это никем не подвергается сомнению не можно вывести хронологию что было раньше что было позже не если раньше позже в каком смысле было было упоминание в Торе сначала и потом кому-то присвоили это имя или это я не думаю я не думаю что кому-то присвоили это имя смотрите надпись 8 века до новой эры теперь я не стану сейчас как бы входить слишком глубоко в датировку текстов Торы это очень сложный вопрос в любом случае скажем мы знаем что письменность письменность настоящая на территории Иудеи Израиля как раз развивается в 8 веке до новой эры так что в смысле времени тексты более-менее параллельны я думаю что между ними нет никакой взаимозависимости каждый из них рассказывает по-своему об одном и том же лице вот и не думается но это я как бы буду обосновывать в следующий раз что Тора в известном смысле реагирует на известные ей традиции о языческом пророке по имени Билан Бен До не на эту надпись а на известные в тот момент существовавшие связанные с ними традиции окей еще вопросы дамы и господа да можно еще вопрос да Тимофей нет проблем читаю на википедии что возможно курды являются потомками медианитян вот это так не так смотрите можно несчастно в следующем занятии смотрите этот вопрос немножко не в моей компетенции я все-таки не этнограф значит будет посмотреть действительно на чем такое основывается то есть как бы чтобы такое утверждать нужно знать гораздо больше о судьбе народа называемого медиана а мы практически ничего о нем не знаем он исчезает растворяется может быть среди среди арабских племен которые населяют Аравийский полуостров а возможно на каком-то этапе уничтожаются трудно сказать вот как бы я с трудом себе представляю что есть серьезное какое-то этнографическое исследование которое бы связало именно курдов с медиантьянами то есть мне представляется высшей степени сомнительным спасибо пожалуйста окей тогда может быть да я кого-то перебил нет нет я просто спрашиваю есть ли еще вопросы завершим сегодня да я думаю давайте отпустим лектора сейчас повторяю что вопросы соображения все что пожалуйста связано с этим курсом пожалуйста присылайте на мой адрес либо имейл либо ватсапе либо в телеграме как вам угодно вопросы письма не ограничены ничем за исключением рамки нашего курса который повторяю называется стереография в Танахе между мифом и историей и медрошом я только сделаю что называется такой промо по поводу следующего занятия значит мы как бы одну его часть занимаемся повторяя образом белама а вторая часть будет посвящена теме книга говорим как недраж книга говорим как недраж окей ну хорошо тогда давайте на этом закончим опять же если у нас наберется достаточное количество вопросов общих идеологических мировоззренческих каких угодно вот тогда мы проведем отдельное занятие однако же если их будет немного тогда значит вектор ответит на те что будут ко мне приходить по ходу дел хорошо спасибо большое всем спасибо за участие всем счастливо и до свидания пока спасибо огромное счастливо пока пока